Всем привет! Сегодня, смотрите, у меня какой красавчик, интересный микрофон от компании Blue. Это Snowball Classic. Snowball Studio Classic. У этого микрофона есть три режима. То есть, есть кардиоинный режим. Сейчас мы в нём записываемся. Есть кардиоинный режим, минус 10 дБ. Давайте я вот сразу переключу. И мы послушаем. Я причём напишу сейчас. Вот он вообще направлен в другую сторону. Мы посмотрим, как он так пишет. И потом поставим, чтобы он уже напрямую голос писал. Это минус 10 дБ. Но сейчас, наверное, вообще ничего не слышно. И сейчас поставим. Ещё у него есть всенаправленный режим. Потому что у него здесь два капсуля. А вот это у нас сейчас идёт всенаправленный режим третий. Он, получается, пишет всё, что вокруг слышит. Да, потому что у него есть два капсуля. Видимо, у него один капсуль вперёд. Другой назад направлен. Поэтому такой режим всенаправленный. Пока оставлю в нём. Итак, это вот такой универсальный прибор, микрофон. Очень симпатичный, кругленький. Который уютно может разместиться на вашем столе. И будет помогать вам в ваших записях каких-то домашних. В стримах. В играх. В подкастах. Да во всём. И мы попробуем вообще записать на него как... Кстати, попробую записать на него какой-нибудь подкаст. И вообще хочу понять, что это такое подкаст. И потому что ещё я ни разу этого не делал. Попробую почитать, наверное, стихи. И это будет такой подкаст. Итак. Давайте всё же приступим. И попробуем записать, как бы он стоял нормально, когда этот микрофон... То есть, вот я его сейчас ставлю к себе. Прямо к себе. Вот он удобно очень регулируется. И, кстати, у него... Его можно поднимать. В том числе. И сейчас я переключу на кардиоидную направленность. И вот расстояние порядка 30 сантиметров. И я в спокойном режиме говорю, рассказываю вам про этот микрофон. Это микрофон компании Blue. Это позиционируется как домашний, такой студийный микрофон для подкастов, стримов и домашних записей. Он очень удобный, компактно размещается на столе. У него в комплекте такая тренога. Он очень уверенно на ней стоит. И она ещё вверх-вниз регулируется под ваш рост. Если это вам необходимо. Кстати, попробую в другом видео записать на этот микрофон и гитару. Почему бы нет. И посмотрим, как вообще она пишется на такой микрофон. Гитара. Потому что в целом на USB микрофоны я писал гитару. И это отлично получается. Также хочу напомнить, что сейчас микрофон по USB подключен в мой ноутбук. А в ноутбуке включена программа Reaper, в которой всё это и записывается. Итак, теперь. Давайте теперь переключим на второй режим. И вот он, второй режим. Это режим, когда у вас кардиоидная направленность, но минус 10 дБ. Соответственно, это сейчас на таком же расстоянии, порядка 30 сантиметров, получается, я говорю, наверное, очень тихо. Но вот если мы приблизимся к микрофону, вплотную практически, то уже звук будет более лучше. Но я не знаю вообще, для чего такой режим. Видимо, для каких-то громких инструментов. Может быть, вы хотите записать что-то громкое. И для того, чтобы это не перегружало, вот такой режим минус 10 дБ. А теперь мы ушли в режим номер 3. Это режим, когда у вас пишется звук вокруг. И теперь наверняка звук стал намного лучше. Но это я услышу тоже уже при монтаже. И при таком режиме, то есть вы, например, можете стримить или делать подкаст, например, вдвоем. То есть вы используете один микрофон, два человека сидят с разных сторон, микрофон стоит посередине. И вы пишете подкаст. И у вас получается равномерная запись звука от двух людей. Получается такой классный диалог и классная запись, классный подкаст. И, кстати, еще этот микрофон можно использовать на iPad. Это устройство Plug and Play. То есть вы вставили, да, и он уже работает. То есть действительно никаких драйверов подгружать не надо. Все уже внутри. Грубо говоря, звуковая карта внутри, капсуль внутри. Двойной даже капсуль здесь. Вы включили и уже он работает. То есть никаких заморочек, никаких костылей. Просто включили и работает. Тест микрофона Blue. Это микрофон Blue Snowball. И это режим номер три. Режим, когда звук вокруг. Раз, два, три, звук вокруг. Теперь я переключаю. Теперь я переключил обратно в режим, когда кардиоидная направленность, но минус 10 децибел. Ну, я считаю, что здесь это вообще так ничего не слышно. Это я наверняка. Можно вот записи какие-то делать, там ладоши похлопать вот так вот близко. Либо что-то потрясти, либо играть, я не знаю, на трубе или на каких-то музыкальных инструментах для того, чтобы не перегружать запись свою. И вот самый стандартный режим для микрофонов. Это кардиоидная направленность. Когда у вас, вы пишете здесь все вот перед вами, перед вами. Соответственно, вот в таком режиме. Посмотрим, как микрофон пишет. И, кстати, сейчас вы можете вот сравнить. Я переключусь на микрофон с моей камеры Canon G7X Mark II. Как она пишет на встроенный микрофон. И сравните вот с кардиоидой микрофона Blue Snowball. Раз, два, три. Сейчас вот мы пишем на микрофон фотоаппарата. А теперь раз, два, три. Мы пишем на микрофон Blue Snowball. Итак, мы проверили, как пишет микрофон Blue Snowball. А вам всего наилучшего, всего хорошего. И увидимся в интернете. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok